МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После этого ребенок оказался в реанимации. Почему домашние собаки становятся агрессивными? Что служит причиной нападения на людей? Как должен себя вести хозяин, чтобы его собака не стала причиной гибели или причинения вреда здоровью человека? Об этом мы поговорим с нашим экспертом Михаилом Сиваковым. Михаил, доброе утро! Да, но прежде отметим, что Михаил Анатольевич опытный заводчик-дрессировщик с 30-летним стажем, владелец питомника и судья по экстерьеру собак. Но к нашей теме. В нашей теме. Скажите, пожалуйста, есть ли породы собак генетически склонны к агрессии? Или на самом деле все зависит от воспитания, которое дает человек? Ну, хотел бы сказать вот такую вещь, что все собаки, все собаки, в принципе, они способны убивать. Такое убивать, понимаете, смотря кого. А то они и собаки. Это все-таки хищники и стайные животные. Ну, а скажем, мопс и док, они ведь разную степень опасности человеку? Нет, разумеется, конечно, конечно. Значит, смотрите, собаки разделяются, например, монопородные группы. Это стражевые собаки, бойцовые собаки, это служебные собаки, это охотничьи собаки и это декоративные собаки. То есть, конечно, такие собаки, как стражевые, служебные и те же охотничьи собаки, если они неправильно воспитаны, просто-напросто представляют реальную опасность для человека. Конечно. А вот вы говорите о правильном воспитании. А в чем оно должно заключаться? Собак часто просят дети, выбирают некую породу. Может быть, даже родители не задумываются над тем, какую собаку они выбирают, просто по желанию ребенка. Как правильно, из чего начать воспитание, чтобы не было агрессора в доме? Все правильно. Прежде всего, сегодня, сегодняшний покупатель и так называемый будущий владелец, совершенно неподготовленный человек. Как правило, собака выбирается по картинкам, по фильмам, по журналам модным и приобретается, как правило, да, для ребенка. А это в корне неправильно, потому что, в принципе, для ребенка это игрушка. Любую игрушку ребенок наигрывается очень быстро, и собака ложится, как бы, всеми этими лапами своими, потом на папу, на маму, которые, в принципе, не рассчитывали заниматься этой собакой. И в конечном итоге тот же щенок, ну, просто бывает лишним в семье. И возникает уже вопрос, как бы от него избавиться. Ну, вот и, в принципе, в конечном итоге, в конечном итоге вот так появляются бездомные собаки, потому что их забывают на дачах, их выкидывают из машин, их отдают алкоголикам, их отдают на стройку. Ну, понимаете, эти собаки, в принципе, никому не нужны. Вот это беда, так называемых бродячих собак, этих стаек, которые появляются в городах, поселках, деревнях и так далее, и тому подобное. Ну, вернемся к собакам, которые живут в доме с хозяином, которых хозяин выводит на прогулку. И, по моим наблюдениям, порой бывает так, что сам хозяин более агрессивен к окружающим, чем собака. Он крайне нервно реагирует на замечания по поводу того, что собаку нужно взять на поводок, надеть на нее намордник. Не является ли зачастую сам хозяин виновником того, что с собаками происходят неприятные инциденты? Совершенно верно. Совершенно верно. Собака, собаки ни в чем не виноваты. Нет ни одной породы собак, которая создавалась для того, чтобы убивать своего хозяина, убивать своих домочадцев. Все собаки, все породы создавались функционально и с пользой для человека. Разумеется, все проблемы идут только от хозяев, от владельцев. От их безграмотности, от их внутреннего хамства, понимаете? Ведь любой собаковод понимает, когда идешь, допустим, с собакой, я иду, у меня вот тибетские мастипы, у меня 8 пород, вот я иду со своей крупной собакой. Я обязательно, если вижу, собака идет мне навстречу, обязательно возьму на поводок, обязательно у меня собака пойдет с левой стороны, и человек, который идет ко мне навстречу, он тоже должен сделать точно так же. Взять собаку и так же пойти со своей собакой, взяв ее на поводок с левой стороны. Понимаете? И мы должны разойтись. Это культура. Это культура общения собаководов. Это как бы такой кодекс чести. А не так, как вот порой мы видим, да, вот идет какой-нибудь бабуля там, или дедуля там, или вообще тот же ребенок, и он уже заранее говорит, что вы не бойтесь, но моя собака не кусается. Ваша, может, не кусается, вот другая собака, она не любит, когда к ней подходят какие-то чужие собаки, она может и кусить. А как защитить своего ребенка? Потому что в первую очередь, конечно, речь идет о том, что дети подвергаются нападениям, укусам собак. Если видим, что гуляют собаки, крупные собаки, да даже и не очень крупные, лучше научить ребенка, чтобы он в этом месте не гулял. Вот какие правила, какие советы вы можете дать? Ну, во-первых, я совет хотел бы дать прежде всего владельцам собак, которые, если видят, что гуляют дети, гуляют дети, ни в коем случае он не должен отпускать свою собаку с поводка просто поделить. Пускай даже это будет лабрадор. Совершенно добродуги, там, не уфаулен. Понимаете, собаки, в принципе, добродушные. Потому что собака может просто-напросто играющей, опять же играющей, понимаете. Даже толкнуть, например, ребенка может, да, случайно. Конечно, понимаете, у собак есть еще такие привычки, что он как бы играющий, может той же лапой провести по лицу ребенку, понимаете. Ребенок же очень низко находится к земле. И для собаки он очень, то есть он досягаем. Именно вот для травмирования. Поэтому, конечно, гулять, гулять там, где дети с собаками, я категорически против. Спасибо. Большое спасибо. Я напомню, что мы беседовали с Михаилом Сиваковым, заводчиком, дрессировщиком с 30-летним стажем. Спасибо.